Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в своей рубрике АТАРО простыми словами. Сегодня вопрос, на который я буду отвечать, он был от Светланы Вангай. Она пишет, мне бы хотел услышать от вас в вашем языке понятие стройки мечей до десятки мечей. Именно поэтому я сейчас выкладываю по второму этапу мечевую масть и постараюсь вам в общих чертах рассказать. Я не буду объяснять, что значит каждый аркан. Для этого есть базовое обучение. ТАРО, которое я провожу, либо коллеги. Если вы найдете себе хорошего наставника, который вам доступно, это объяснит. Почему? Потому что, опять-таки, если бы меня спросили, можно ли самостоятельно выучиться ТАРО, я могла бы вам сказать, что теоретически на практике это было бы сложно немножко. Почему? Потому что, когда нету системы, когда ты не понимаешь, что и как, достаточно трудно просто взять и считывать на сайтах всевозможных описания карт. Когда ты не понимаешь структуры, как она выстроена, почему. То есть не только значения, либо ключевые слова, а именно понимание, откуда эти ключевые слова происходят, какая информация заложена в арканы. Вот этой глубины, когда нету, когда нету понимания, что и как, очень сложно интерпретировать. То есть она будет такая интерпретация, достаточно сухая, поверхностная. И иногда будут путать. Почему? Потому что непонятно, почему это, непонятно, почему то. И вообще в любом обучении, мое субъективное мнение, всегда должен быть человек, который дает нам обратную связь. То есть человек, который поясняет то, что мы не знаем. Либо дает обратную связь и говорит, в том ли направлении я двигаюсь, что мне еще нужно выучить, либо нет. Итак, я не буду описывать глифы. Я взяла классику колоду Райдера Уэйта. И почему Райдера Уэйта? Потому что именно у Райдера есть в моем понимании, ну и конечно же еще и Таро Тоток Роуля. Это достаточно более сложная такая отрисовка арканов. Более понятная, более простая у нас идет по Вэйту. Здесь очень много важных символов, глифов, которые дают понимание той или иной информации. Поэтому я коротко расскажу. Я не буду рассказывать, что означают каждые глифы. Потому что, во-первых, это целая масть, приходите обучаться. Но достаточно поверхностно ее проинтерпретирую. Итак, стройки, вы попросили стройки до десятки мечей. Хорошо, все, что просите, то и получаете. Итак, значит, тройка мечей, она выглядит вот таким образом. То есть сердце и три меча пронизаны. Обращаю ваше внимание, что во всех мечевых мастях, кроме королевы мечей, туза мечей и аркана справедливости, на этих трех арканах изображены мечи под ровным углом 90 градусов. Во всей остальной масте мечи находятся под неким наклоном, либо поворотом. Это не случайно. Только те три аркана, они говорят о неком таком импульсе, о праведных, я бы сказала так, мыслях, да, либо идеях. Все остальные имеют некую такую интерпретацию, небольшое искажение. Итак, что у нас есть в тройке мечей, о чем нам говорит тройка мечей? Во-первых, на этом аркане нету крови, это очень важно. И здесь есть мечи, да, на заднем плане у нас идет дождь, облако, эти тучи. То есть суть аркана заключается в том, что как разворачивается масть. В тузе мечей мы вскрываем, получаем некий такой импульс, получаем информацию, вскрываем некую такую правду, да, с которой нам нужно будет взаимодействовать. То есть либо нам нужно принять какое-то решение, либо что-то узнать, либо что-то вскрыть, либо именно принять решение, но не принято решение. Поэтому там меч направлен наверх, да, то есть рукоять внизу, а острие вверху. То есть решение должно быть принято. Когда оно уже принято, меч переворачивается, показатель того, что уже все принято, уже все завершено. Итак, в тузе у нас появляется вот эта вот информация, да, с которой мы должны поработать, с которой мы должны развить, да, некий потенциал, некая правда, истина, которая вскрылась, что нам дальше делать. В двойке мы находимся как раз-таки в неком таком размышлении, да, когда у нас идут мечи перекрещенные на сердце, суть этого аркана заключается в том, что человек должен принять какое-то решение. То есть он вскрыл какую-то информацию и углубился, то есть закрылся от внешнего мира, поэтому глаза закрыты, начинает прислушиваться к своей интуиции, да, потому что мечи, они скрещены. То есть нужно найти примирение. Почему? Потому что в единице вскрылась информация, в двойке она еще пока нам не ясна, потому что у нас есть за и против, и мы не можем это примирить, мы не можем определиться, какой путь нам нужно выбрать. Здесь у нас получается уже некое такое раздвоение, да, то есть пойти мудро, либо как-то вот опереться на свою интуицию. Здесь человек не знает, что выбрать, поэтому он отстраняется и начинает свой анализ. Условно говоря, например, вы вскрыли какую-то информацию, допустим, что вам изменяет вам ваш любой любимый мужчина, да, и вот вы садитесь в двойке, и вам пока не верится, то есть внутри вас идет такая некая борьба через неуверенность, то есть я не уверена, да, так ли это или нет. Что вы делаете? Вы начинаете некий интеллектуальный процесс, вы начинаете вспоминать, а вот в тот момент, да, там у него что-то записка упала, тут мы были на вечеринке, он ушел раньше, там я помню что-то, то есть вы начинаете как будто бы эти пазлы складывать. Вы прислушиваетесь к своему внутреннему, да, очень важно к внутренней интуиции, что она вас скажет. И вот здесь вот самое такое ключевое, что вы выбираете. Если вы не прислушиваетесь к своей интуиции, то вы приходите в тройку мечей, то есть скорбь, то есть переживание, боль от того, что я наступила себе когда-то на горло, надо было тогда послушаться, а я не послушалась, то есть здесь утрата, здесь именно скорбь, именно боль того, что я своими мыслями, мечи, это мысли, пронзила свое сердце, я сама себя ранила, каким образом я пошла против своей воли, против того, что хотела мое сердце, то, что нужно было. И вот у нас идет вот это вот огорчение, это скорбь. В конечном итоге мы находимся вот реально в безвыходном положении, когда уже нету сил, когда уже все достало, когда ты действительно скорбишь, и ты понимаешь, что все тщетно, все, что ты делала, все, во что ты вкладывала и так далее, и так далее, и ты приходишь вот в эту четверку. Четверки у нас всегда говорят о некой такой стабильности здесь. Здесь, опять-таки, я не буду рассказывать, что означают мечи, что означает витраж. В общем, эта карта у нас говорит о неком отстранении, но не в формате отшельника, для того, чтобы я проанализировала, а некое отстранение именно от этой боли, вот от этой боли. Я больше не могу, да? Я устал, у меня нет сил. Я умер, да? Оставьте меня в покое. Здесь либо мы уединяемся, да, для того, чтобы просто восполнить свои силы. Не случайно три мяча сверху и один снизу. Здесь человек не способен действовать, но он также не способен принять решение. Здесь человек находится без какой-либо энергии. У него нету сил ни на что. Далее мы из четверки, мы понимаем, что сколько я могу вот так вот отдыхать, сколько я могу уединяться, сколько вот так вот может продолжаться, да? Потом случается нечто в нашей истории. Когда я понимаю, вот именно в пятерке, достаточно болезненно, за пятерки у нас отвечает свера Гвура, а ей управляет Марс этой сферой, то есть именно поэтому здесь идет отрисовка такой, знаете, вот пятерки, они все болезненные. Это всегда уроки, потому что Марс, он никогда не бывает милосердным. Марс это как раз-таки противоположность четверки. Это всегда про жесткость, это всегда про агрессивность, но иначе ты не совершишь прорыв. Ты не сможешь собрать себя и выйти вот в эту пятерку. Пятерка у нас говорит о борьбе. И эта борьба, она у нас всегда внешняя. Внешняя борьба и внутренняя, да, может быть, ну, да, можно сказать, что и внутренняя здесь борьба, которая говорит о том, что мне нужно, да, вот в данном аркане отомстить любой ценой, да, то есть получить то, что я хочу. Здесь у нас возникает некая такая одержимость. Суть аркана говорит о победе любой ценой, но что это за победа, да, когда ты выиграл своих друзей, в конечном итоге, да, ты победил, но от себя отвернулись друзья. Ключевые слова в этом аркане как раз-таки вот ссора, конфликтность, опять-таки изображения глифов имеют значение, лечения, река, вот именно позиция этого человека с мечом. То есть здесь человек должен совершить прорыв, должен в конечном итоге принять то решение, которое мы не приняли именно в тузе, почему-то, что нам не хватало каких-то, какой-то дополнительной информации, мы ее не подкрепили действиями, да. Далее с пятерки мы переходим в шестерку. Шестерка у нас всегда это сфера теферит, это красота, это уравновешивание. То есть у нас была некая такая борьба, да, в четверке мы были милосердны к самому себе, да, нам было после тройки жалко себя. Мы хотели наполнить себя как-то энергией, чтобы принять, но у нас не было сил. В пятерке, наоборот, у нас просыпается некий такой бунтарь, желание отомстить, желание что-то делать, действовать, то есть вырваться вот из этого болота, в котором мы были в четверке, да, потому что четверка у нас Юпитер, это всегда про справедливость, да. Пятерка у нас некая жесть, это у нас Марс, он всегда огненный, он всегда воинственный. И вот эти вот две стороны, они должны уравновеситься, и уравновешиваются они в шестерке, свиреть и феррит, которые управляют солнцем. В данном случае здесь уравновешивание, мы понимаем, чтобы вот уравновесить. С одной стороны, нехватки сил, с другой стороны, наоборот, эту воинственность. Нам нужно уйти, нам нужно пойти в нечто новое, но не просто новое, а именно оставить все, вот эти вот все мечи, которые у нас есть позади, мечи в данном случае нашей мысли, нашей привычки, нашей привязанности, и пойти в новое. Нету смысла идти в новое с тем, что у тебя было ранее. Ты не можешь решить задачу с теми исходными, с которыми ты вошел в эту задачу. Надо что-то новое, надо свежий взгляд. Этот аркан у нас говорит о новом обучении, либо обратиться к наставнику за помощью, в данном случае. Здесь вот человек, как паромщик, как лодочник, и сидит женщина с ребенком. Есть уже некое неравенство, мужчина выше женщины. То есть вот это вот наше эго, мечи, которые стоят, и женщина склоняется. Та же история сердца, женское вот это вот качество. Вот здесь нам надо уравновесить. Для того, чтобы уравновеситься нам в шестерке, нам нужно пойти в абсолютно новое, оставить все старое. Если мы не оставим старое позади, мы не сможем получить никакого результата. Но мы все равно, наш мозг устроен так, что сложно нам меняться. И мы верим, что если мы пойдем в новое, начнем что-то делать, по-новому, просто по-новому, новые какие-то дела, задача решиться. Но вот здесь вот как раз-таки мы и сталкиваемся с обманом, с хитростью. Когда в семерке мы говорим себе, а кого ты обманываешь? Ты хочешь решить задачу, но старыми способами. Семерка мечей у нас говорит о самообмане. Внешне может быть это обман по отношению к кому-то другому. Почему? Потому что здесь мы проявляем хитрость. Человек обманывает тех людей, которые ему доверяли. Вот здесь вот в шатрах сидящие. Он берет у них мечи, сколько может унести и уносит. Но на воре шапка горит, красная. А себя не обманешь. И тебя замучает совесть. Здесь этот аркан, он говорит о том, что ты не пошел новым путем. Ты в новое пошел, но старым способом. А здесь говорят, не убегай от себя. Иди в новое. Делай то, что ты никогда не делал. По новому, новым путем. Мы здесь себя обманываем. Мы продолжаем себя обманывать. Мы продолжаем использовать старые шаблоны. Мы продолжаем использовать старые свои связи, какие-то привычки. И в конечном итоге, к чему мы приходим? Мы приходим к восьмерке мечей. Мы приходим вот к этому позорному столбу, где мы сами себя завязали по рукам и по ногам. Но при этом мечи и решение, оно позади. Почему? Да потому что оно уже давно позади, если бы я бы здесь вот в шестерке оставила эти мечи и пошел бы в новое. Но я обманулся. Я обманул себя, обманул других. И в конечном итоге, я оказался в тупике. Я оказался со связанными руками и ногами. И я глаза завязаны. Опять-таки, как в двойке. Мы возвращаемся к нашей двоечке, да, к двойке мечей. Но здесь уже проблем стало намного больше. Их стало не два, как было в двойке, а в восемь. И от этого мне становится еще хуже. Но по факту решение есть. Я его не вижу. Почему? Потому что здесь изображено наше состояние. Безвыходности. Я так себя ощущаю. Что нужно сделать? Нужно выйти и опять-таки посмотреть на себя со стороны. Ничего у тебя не связано. Это твое состояние. Что ты делаешь? Тебе нужно углубиться. Углубиться. Все, что ты не сделал в двойке. То, где ты не послушал себя. Углубись внутрь себя и найти ответ. Пойми, как ты попал вот в эту клетку, в эту ловушку. Это твое восприятие. И нужно его изменить. И тем самым, что мы делаем? Мы погружаемся вглубь. И что мы видим? У нас всплывают страхи. У нас всплывают переживания. Мечи направлены на будущее. Каждый день мы строим, как день сурка, наполненный нашими страхами. Здесь он закрывает лицо. Когда мы закрываем лицо, мы углубляемся в себя. А внутри себя я наполнен вот этим негативом. Я наполнен вот этой вот безысходностью, невозможностью дальше двигаться. И здесь она у меня приумножается. И это происходит каждый божий день одно и то же. Но это преувеличение. Почему? Потому что ночь у нас луна. Девятка. Это сфера и сот оснований. Ей тоже управляет луна. Здесь вот эти вот размышления, вот эти вот страхи, тревожность, чувство вины. Откуда оно? Мы этим наполнены. Мы это видим. Что нужно сделать? Убрать руки и посмотреть на мир, каким он является. Не погружаться в себя, потому что страхи будут нас преследовать. Но мы опять-таки настаиваем на то, что нет, я прав. Страшно. Ну вот страшно. Что теперь поделать? Вот так вот жизнь такая несправедливая. Это не я плохой. Это жизнь несправедливая. То есть вся масть мечей у нас говорит о нашем восприятии мира. Не о том, какой он есть. И в дальнейшем мы приходим в десятку. То есть мы сами себя убили. Почему? Мы так и не нашли решение. Мы так и не прислушались к себе. Вот здесь вот, если именно у вас колода уэйта, посмотрите, обратите внимание, правая рука, которая на земле, как пальцы расположены. Они расположены именно в том формате, как в аркане Ярофанта. Как там Ярофанта? Как-то сейчас. Как-то так, да? Ну не помню, как пальцы. Вот так, по-моему, у этого. Сейчас, как здесь нарисовано. Как-то так, да, по-моему, у первосвященника. Ну в общем, я честно не помню, обратите внимание, да, и здесь вот мечи. Десять мечей. Десять мечей – это уже проблема. Это наше суждение. Это наше восприятие, которое нас же и убило. И вот эта вот отсылка, которую я вам говорила про пальцы, да, что за что у нас в минусе ответственен Ярофан? За догмы. За нежелание посмотреть на ситуацию иначе. За нежелание поступать как-то иначе. Ну опять-таки, да, мы здесь видим свет, рассвет и так далее, и так далее. То есть я не буду углубляться. В общем, развитие масти, она примерно идет вот в таком формате. Если мы еще и будем рассматривать, да, непосредственно, что означает глифы, вот эти вот символы, да, если мы знаем еще непосредственно, как эти карты находятся, расположены под ревосферот, в каббалистических знаниях, которые он дополняет, расширяет информацию, мы начинаем чисто интеллектуально, именно на уровне интеллекта, понимать, да, что означает каждый аркан. Далее мы погружаемся в него, в раскладе, мы начинаем, то есть погружаемся, пропускаем через себя, мы начинаем его чувствовать, и тогда вот эти вот все знания, да, как внутренние, то есть как опыт, и как интеллектуальное понимание, да, ключевые слова, они соединяются, и мы получаем очень глубокую трактовку по одному аркану, но теперь мы ее понимаем, то есть одно дело знания, а другое дело понимание, почему, что и как, да, почему вышла эта мать, что могло предшествовать, и если это в совокупности со всеми остальными картами, у нас получается очень прекрасный рассказ. Вот такой вот ответ для вас, Светлана, достаточно большой, вот, но мне не хотелось углубиться, но при этом дать вам понимание. Я надеюсь, вы останетесь довольны данным ответом. Ну, и не забывайте, что очень важно обучаться с наставником, чтобы он давал вам правильную информацию, ну, то есть с человеком ведущим, а иначе как ты будешь перенимать, ну, знания и опыт. Ну, это мое, кажется, ну, просто чисто субъективное мнение. Я с вами прощаюсь, до новых ответов, пока-пока.